всем привет из канады дождливый зимний какая у нас погода боже ты мой чтобы вы понимали всю ночь и все утро у нас шел снег валил просто снегопад а сейчас у нас идет дождь и весь снег стал мокрый тяжелый в общем короче кошмар и только ваш дита могла догадаться в такую погоду в такой дождиной надеть шубу ума палата я хочу сегодня пойти с вами в наш шопинг-центр который открыт в соседнем городе берлинтон называется посмотреть что есть за ревчины вы видели мы ходили по магазинам полки были совершенно пустые давайте посмотрим что происходит масс-маркетинг нашим такая же ли грустная ситуация или может быть ситуация немножечко получше ну что пойдемте сначала в зару посмотрим мне кажется там стоит очередь на входе ну посмотрим как дела итак мы с вами в заре музыка гремит поэтому озвучиваю видео не могла говорить и первое что мне попалось на глаза конечно прекрасная прекрасный кардиган пыльные розы с такими красивыми пуговицами просто пуговицы сами сами как украшения и вот такой вот кардиган который в принципе другого немножко цвета тоже розовый но более такой яркий розовый хотя тоже пыльные розы я бы сказала но немножко другой с очень очень трендовым квадратным вырезом теперь девочки скажите мне вот эти сапоги то я знаю это очень модно я знаю этот тренд кстати цена стоит не то в евро не то в фунтах английских 55 евро по моему ли фунтов у нас они стоят дороже ну вот я не понимаю этот тренд и никогда такие сапоги не одену никогда не говори никогда но тем не менее я вот обещаю вам честное слово что у меня есть резиновые сапоги которые я ношу поэтому такие мне не нужны вот еще кардиган с очень красивыми пуговицами я так понимаю что красивые пуговицы как украшение это уже тренд последних нескольких сезонов мы их наблюдаем в значительном количестве на разных вязаных изделиях вот это вот такая куртка рубашка которая вот в комплекте к тем сапогам и вы просто будете вот знаете рыбак рыбак на рыбалке ну вот и если тот зеленый цвет слишком для вас красивый то если вы наденете черного цвета такую же куртку то в общем выглядеть вы будете еще еще более импозантно так скажем ну вот эти ботинки посмотрим с теми сапогами рыбака выглядят вообще верхом элегантности я бы сказала хотя тоже вот по-прежнему мне они не нравятся хотя я купила в этом году похожие такие сапоги на такой толстой подошве потому что в канаде в снежной канаде они очень даже в тему а вот в других странах я даже и не знаю по-прежнему спортивные костюмы спортивные костюмы толстовки штаны такие с начесом вы знаете просто такие штаны с начесом которые носили в детстве 80 я их помню и вот эти вот костюмы спортивные из 80-х одидастри полоски если вы помните это был шик блеск красота и вот все это сейчас моде все это рулит и опять же из-за карантина видимо спортивная тема по-прежнему очень актуальна это была такая кофта на замке спортивные к ней вот брюки прилагаются похожего фасона и переходим дальше здесь тоже пыльные розы вообще очень много вот этой вот пыльные розы цвет разных оттенков это такой комплект платье безруковой шерстяной с горлом и сверху такой кардиган с карманами без пуговиц но это такая вечная классика он всегда в моде всегда в теме еще немного толстовок спортивных такого спортивного типа и вот блузка в цветы разноцветная такая типа шифоновая вот снова вот этот цвет пыльные розы правильно я говорю грязные розы старые розы пыльные розы и снова по-прежнему в тренде свитера с разными оборочками и бантиками такими черным ведь такой бархатный бантик такой барышня крестьянка начала двадцатого века очень красивое сочетание такое розовое с салатовым правда красивое вот такой летний комплект мне очень понравился он это такая маечка на бретельчиках и сверху такой кардиган на пуговицах просто потрясающее сочетание мне неожиданно но красиво и жилеты конечно же жилеты это виск виск последнего сезона тоже я не уверена что я как я к ним отношусь но тренды есть тренды вот показываю вам пустые полки конечно что вам сказать в заре товару мало вот просто вот мало вот вы видите вот так вот все так визит редко и сверху вот эти вот полки стеклянные внизу полки которые всегда были заполнены сумками обувью разными аксессуарами вот в данную данную минуту они совершенно пустые привлекло мое внимание яркое пятно я люблю яркие вещи и это платье ну из синтетики конечно такого довольно дешевого дешевая на вид но очень красивый цвет мне понравился его цвет и тут же рядом висит похожая блуза такая на рубаха такая блуза на пуговицах и снова вот пустые полки пустые полки вот эти вот стеллажи где стоят всегда обувь тут по одной паре по одной паре ботинок стоит в общем чтобы как-то это все заполнить и очень красивый цвет и свитер я так понимаю что он перекликается с тем платьем с этой блузкой такого голубой морской волны цвет очень красивый трикотажная такая майка мятая белая мятая майка в стиле зары мятая майка и из ткани хлопковой ткани красивый такой отложной воротник тоже тренд тоже последних сезонов тренд уже несколько сезонов и снова вот пустые стеллажи пустые полки очень грустно конечно товаров мало смотреть не на что на самом деле особенно как бы нет нету чего-то вот чтобы хотелось примерить и примерщины закрыты я вам потом покажу дальнейшем но в общем вот это стеллажи где обычно висят аксессуары всяческие украшения сумки тоже такие ремни пустые они вот тут немножечко аксессуаров немножечко украшений ну совсем немного совсем немного вот это пальто если вы помните я примеряла его в перед карантинном влоге перед новым годом очень она мне понравилась вот я просто вытащила экстра large размера но как-то не очень красиво выглядит какой-то такой перекоса обученной этой вежелки но она мне очень понравилось очень было красивое пальто и я ждала все что она выйдет на распродажу но так она и осталась по полной цене и так она до сих пор продается вот этот жилет кстати я примеряла тоже черного цвета только и он до сих пор висит и так они не вышли на распродажу и снова вот этот же самый тренд воротники всякие оборочки и разные и разные значит батики такие бархатные что мне понравилось мне очень понравились эти твидовые брюки клешные такие типа аля морской морской фасон моря моряцкие такие клешные брюки вот с этими пуговицами золотыми и рядом кстати висел твидовый пиджак который уже на распродаже за 60 долларов это special price их как бы то что сейчас вышло уже на сейл и вот к этим брюкам кстати очень подошли подошел бы этот свитер такой морской полосатый такой типа тельняшечка но белый в синюю полоску или вот такой вот свитер тоже похожий на тот но немножко другой у него такой замочек сверху возле горла морская такая тема и вот эти же брюки только другой расцветки другая клеточка такие серо-белые но мне синие если честно больше понравились вообще твида очень много твида много и он опять снова в тренде вот я нашла очень не могла пройти мимо красивую красивая зеленая юбка зеленый цвет мой любимый очень красивого цвета но обычная такая знаете бельевого стиля юбка типа шелковая но красивый очень цвет интересная такая смешная какая-то футболка как будто бы вроде бы с резинкой внизу и такой воротничок вязаный знаете такой белый с розовым и вот это тоже свитера которые сейчас уже по special price то есть это уже такая ранняя распродажа межсезонья очень красивого сиреневого цвета такой связкой такой ажурный и очень красивого тоже салатового цвета или ментолового цвета они сейчас по 25 долларов и я кстати посмотрела рядом вот когда их повесила как какое красивое сочетание как красиво сиреневый с ментоловым рядом выглядит это просто вот знаете так бы я не подумала так повесила и действительно красиво ну и вот опять совершенно пустые полки закрытые примерочные там внутри какой-то склад и свалка они вообще людей не пускают развели там какой-то какой-то беспорядок короче говоря и вот этот последний отдел который я забрела я не очень поняла не то это спортивная одежда не то это домашняя одежда не то это какая-то не знаю какая одежда но вы видите какой-то такой странный ассортимент какие-то маечки такие без рукава с колготками это тайцы или это лосины такие ну в общем как будто бы нижняя одежда как будто бы это белье я так думаю что это белье но в принципе если это утепляющее белье то на весну нам она как бы уже не нужно дело к весне зимой бы это надо было бы носить такие нижние колготки так что я подозреваю что это не не белье а что такое что нужно надевать куда не знаю вот следующий магазин я отправилась в h&m это будет следующем влоге и я не хотела делать слишком длинные два магазина вместе вот так выглядит наш шопинг-центр везде плакаты что нужно носить маски и так девушка увидимся в следующем влоге про h&m любить зубы пока пока бай